Привет-привет всем, кто к нам присоединяется. Буду делать такого достаточно высокенького. Почему? Потому что когда мы его оденем, он станет меньше, казаться. Итак, для тела нам понадобится 74 грамма. Своему росту он у меня 6,5 сантиметров. Всем добрый вечер. Делаем глазики. Если есть чем вырезать, конечно, классно. Но у меня вот такого диаметра нет. В моем случае это 20 сантиметров. Сделали глазик. Небольшой такой делаем глазик. Именно нам большой не нужен. Темный цвет даже не понадобится мне, потому что очень темный я взяла концентрированный краситель. Снизу нам нужно пройтись, даже не снизу, а по краям пройтись белым красителем. Сделать получается внутри глазик более светленьким. Как вот радужка у нас проходит. По кругу более темненькая, а внутри чуть светлей. Теперь берем краситель черного цвета и рисуем мазрачок. Так, точно нам такой стопудово надо. Вот так вот. Глазик. Теперь все-таки возьму темного немножко цвета. Я хочу здесь сверху подтемнить. Знаете вы, да, что когда у нас глазик сверху более темный снизу, более светлый, он кажется как бы более глубокий. То есть глубина получается в наших глазах. Да, вот как говорят там, твои глаза какие-то, как океаны, да. Вот тут как раз вот так вот и получается. Классный глазик. Теперь мы сделаем века. Хотела, чтобы мышонок тоже у нас такой. Вот смотрите, сделала я века. Надо его немножко уменьшить, мне сильно высокое. Нужно, чтобы он закрывал наш глазик, но не до конца, а чуть-чуть находил на него. То есть самую малость. Вот так вот. Вот такой вот меденчик. Так, вот теперь скажу вам сколько чего надо. По ширине 1,7, а по длине я раскатала на 8 см. Ну вот мне как раз 8 см должно хватить. Что-то лишнего там было. То есть смотрите по диаметру вашего глазика. Хватит вам или не хватит. Вот такое вот колечко у него. Теперь мы с вами делаем ему здесь у них как держатель этого кольца. С остаточков у своих буду сейчас приклеивать. Клею просто на водичке. Улыбочку. Улыбочка должна быть такая, как у Моно Лизы. Скользящая. Вот так же. Еще у тебя было сделать пустяки. Хвалюсь. Да, меденчики у меня тоже были. Тортики. Теперь делаем штанишки. Штанишки у нас, видите, ограничение какое, очень маленькое. Поэтому мы делаем больше ему на 2 см. Максимальная у меня. Еще ему вот эту штучку, дверечку. Кармашек. Можно отдельно, либо можно делать вот как я сейчас делаю. То есть, как удобнее так можно и делать. Или можно две полосочки. Ой, вот я вам покажу, как я. Вот так делаю я. Раскатала сначала на 2 см, и потом вырезала эти штуки. Я прошу прощения, я что-то думала, что у меня там все видно. В этой спешке. Байна, что-то писалось. Вот так. Смазали все водичкой, кремом. Чем вы там будете клеить. Сразу я сделаю здесь шурчики. И здесь ничего клеить не буду. Не вижу смысла. Он все равно будет сидеть. Поэтому обойдет с тобой. Отработала. Сейчас я вам скажу сколько граммчиков. Сейчас тут попшикаю. Это у меня крахматчик стоит. А то мягкий очень. Мастик очень мягкий и прилипает все. На каждую ногу на штанину даже. Это не нога, это штанина. На каждую штанину берем по 2 грамма. И на вторую точно так же берем. Да. Я даже не бегала. Не получилось у меня. Но завтра подойдем. Так. Вторая ножка прилипает прям к этой. Приклеили штанинки и сразу замаживаем шовчики все. То есть чтобы сглаживаем, чтобы они соединились, чтобы не так сильно были видны наши вот эти швы. Чтобы казалось, что штанишки это единая цель. Я уже знаю, я наверное уже всех достала этими швами. Ну, я думаю, что девчонки, которые уже стали все-таки их замазывать, то они уже привыкли и считают, что если они не замазаны... Я помню, даже мы какую-то фигурку делали, я специально оставляла. Я говорю, да почему же вы не замазала? Я говорю, потому что здесь не нужно и замазать. Есть такие фигурки, но в большинстве мы всегда все с вами замазываем. Так, замазывали. И теперь делаем сразу ему ножки. Мы забыла, кстати, сказать, сколько по сантиметрам наша нога. полтора сантиметра. Сейчас я вам всем скажу. На каждый ботиночек мы берем по два грамма тоже. Теперь нам нужно сделать ему ручки. Для этого мы берем опять желтую мастику. Итак, по полтора грамма длина нашей руки два с половиной сантиметра и делаем вот такой небольшой скосик. То есть это уже это становится три сантиметра, вот когда скосик есть. На второй ручке то же самое. По одному грамму беру на каждую перчаточку. Делаем у них там четыре пальчика. Делали здесь ровный край. Вот такой прямоугольничек, я даже не знаю. Сначала мы отрезаем большой пальчик. Немножечко вытягиваем. Врезаем еще три пальчика. Такая вот ручка. Каждый пальчик мы прибиваем. Вот так вот. Вот такая вот ручоночка у нас получается. Сразу клеим, смазываем место. Такая у нас ручка получилась. Помним, что у них на перчаточке еще есть такая тоненькая полосочка, не забывайте о ней. Приклеиваем тоже им эту полосочку. Заодно прикрываем наш шовчик. Такая вот перчаточка у нас талон. Пусть эту руку держит на своих ботинках. Талон. Спасибо. Вот такой я жгутик, это у меня по сантиметражу 0,5-0,6 мм. И теперь нам нужно еще сделать ему на его штанишках небольшой кармашек. У него на 4 дырочки, но я сделаю на 2, потому что он тут даже на 4 получился. Вот такой классный, мне уже очень-очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок